Теперь платят все. С 1 июля утилизация твердых бытовых отходов переходит из жилищной услуги в коммунальную. Как и в случае с капремонтом, появляется рекоператор, который и будет контролировать всю мусорную сферу. Плата граждан составляет 88 рублей 72 копейки с человека. Не для жителей каждого муниципального образования одинаково изменится плата. У нас есть целый ряд муниципальных образований, где плата снизится существенно в разы. Это сельская местность, где зачастую мусоровозящие компании, которые обслуживают сегодня, имеют очень большое плечо вывоза. И поэтому методика установления тарифов подразумевает установление единого тарифа на всю область для всех потребителей. На первом этапе жителям нужно быть особенно бдительными. В составе квитанции появится новая строка за новую коммунальную услугу. Соответственно, из жилищной услуги плата за вывоз мусора должна быть исключена. Частный сектор теперь тоже в деле. Жильцы платят, рекоператор их мусор вывозит. Договор с жителями частного сектора у нас размещен на сайте. Каждый житель может его распечатать или прийти в ближайшее отделение для заключения договора. Мы никому не отказываем. Но те жители, которые не заключили с нами договор, значит, оплата квитанции будет подтверждать подписание на договор. С неплательщиками будут вести претензионную деятельность, сопутствующими судебными разбирательствами и взысканиями долгов. Первый платеж придет уже в конце этого месяца, соответственно, за июль. Не бросать в ближайшую канаву в конце своей улицы и не создавать стихийные свалки, а потом обращаться в муниципалитет с жалобами, что помогите нам это убрать, а все-таки донести до контейнерной площадки. Либо выставить установленное время в оранжевом пакете у своего дома и его заберут, либо отнести в контейнер, в бункер и выбросить его там, чтобы не засорять территорию. На первом этапе будет много нюансов, уверены представители власти. Решать вопросы придется постепенно. Уже, например, волнуются дачные товарищества. Неужели им придется платить за вывоз мусора круглый год? Некоторые устанавливают бункеры, либо контейнеры. Соответственно, у них будет осуществляться расчет по фактическому объему. Соответственно, тогда уже проще будет. Они, значит, зимой, весной у них выставляться платы не будет. Соответственно, просто им надо обратиться к нам в региональный оператор, и, соответственно, эту работу мы с ними проведем. Почти в каждом муниципальном образовании есть филиалы регионального оператора по обращению с ТКО. По всем вопросам туда можно смело обращаться. Кроме того, уточнить подробности можно по телефону горячей линии 8 800 100 71 90.